Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы наконец-то начинаем долгожданное для меня прохождение замечательной партийной ролевой игры Pillars of Eternity от создателей Fallout New Vegas и Knights of the Old Republic, то бишь от Obsidian Entertainment. Соответственно, игрушка, по идее, должна быть весьма-весьма RPG-шная, скажем так. Ну и я думаю, что она очень понравится любителям классических ролевых партийных игр, то бишь любителям Врат Балдура, Icewind Dale, ну и возможно понравится любителям Neverwinter Nights, потому что, ну, как по мне, Neverwinter Nights уже немного отошел от классики, скажем так. Играть я буду на тяжелом уровне сложности, без экспертного режима, потому что игра все-таки новая, и механика здесь совершенно необычная, и, да, игрушка построена не по классическим, да, Dungeons & Dragons правилам, а по своим уникальным, поэтому я оставлю выключенным экспертный режим, потому что хочу-хочу читать периодически разнообразные подсказки полезные. А уровень сложности поставлю тяжелый, ну, для того, чтобы был какой-то челлендж, ну, посмотрим, посмотрим. Если будет очень-очень много загрузок, да, если будет не очень интересно это смотреть, да, то я поставлю на норму, чтобы, ну, немного больше действий в игре было, а не одни загрузки. Окей, давайте начнем. Я постараюсь как можно быстрее начать игру, меньше разговоров, потому что я могу очень много рассказывать здесь, и во время создания персонажа это может затянуться очень-очень надолго. Ну, я сейчас еще немного болею, у меня горло болит, поэтому давайте. Я без подробностей буду, да, это никому не нравится, многим, точнее, не нравится. Слышать бла-бла-бла постоянное. Слышать бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, Субтитры сделал DimaTorzok Дерево упало, путь прегражден, мы немного приболели и отправляемся в поиски новой жизни в позолоченную долину. Вот такая, не особо такая, да, примечательная завязочка игры у нас, но это только начало наших приключений. А я буду играть мужчиной, человеком, у нас, да, есть разнообразные расы, есть что-то подобное, подобие аватара, да. Есть орланы, но помимо гномов и эльфов, такие вот ушастые ребята. Есть богоподобные, такие вот, чем-то похожи, да, на, как там называлось, по-моему, во втором Neverwinter Nights. Это, по-моему, было тронутые планом или что-то такое. Были вот такие ребята, по-моему, даже в Icewind Dale были во второй части такие ребята. Ну, короче, я не очень люблю играть разными упырями, поэтому я буду играть человеком, человеком слугов. Да, у каждой расы есть разные отличительные особенности, все такое, все как положено. И вот самое сложное для меня это выбор расы. Я все метаюсь между выбором волшебника и друида, потому что два класса, которые мне очень понравились. Волшебник, потому что я вообще люблю играть магами, да, это знают те, кто смотрит мой канал. И друид, потому что у него есть великолепная форма оленя, что очень мне подходит. Да, еще я буду периодически нажимать на паузу и откашливаться, да. В общем, также хочется отметить еще два уникальных таких совсем класса. Это паладин и священник, причем они получают бонусы к своим классовым навыкам в зависимости от их действий во время игры. То есть если паладин, вступивший в орден каких-нибудь там добрых путников, да, если у этого ордена характеры благоволимые, великодушные, эмоциональные. И если этот паладин будет отыгрывать роль злого обманщика, то он будет получать определенные штрафы и его классовые способности будут довольно слабыми. То есть выбрав определенный орден, да, мы должны следовать правилам данного ордена, иначе будут штрафы. Также у священника то же самое, мы выбираем божество, да, и это не только будет выбор божества влиять на разнообразные идеологи, но и священник тоже получает бонусы, если он исповедует религию своего божества, а не какого-то другого, да. Скажем так, даже, собственно, те же варвары-бойцы у них тоже есть, ну, в отличие от Врат Болдера и Свиндейла, у них тоже есть навыки активные, которые, да, там разные опрокидывания, удары своеобразные специфические, и что делает игру даже за лоину довольно динамичной и бодренькой. Вот, но я все-таки, наверное, остановлюсь на друиде, все-таки остановлюсь на друиде. Меня все-таки манит вот эта вот трансформация духа, валения, это, ну, просто, просто божественно. При трансформации друид получает улучшенные показатели защиты, может в ближнем бою использовать резню, чтобы наносить урон нескольким противникам. Мы можем один раз за бой превращаться в оленя. Ну, давайте начнем. По характеристикам, по характеристикам здесь тоже не все привычно, не все так, как многие привыкли, да, так как я привык, например, допустим, та же сила у нас влияет на силу заклинаний, не только на физическую силу, но и на силу заклинаний. А интеллект у нас влияет на область действий и длительность заклинаний, ну и также на спас-броски. Давайте я сейчас сразу уберу единичку из восприятия, потому что мы сейчас опять же ее и добавим, эту единичку. И добавим единичку к решительности, потому что сейчас у меня ее заберут. Важно, рекомендовано для класса друид решительность дает нам что? Концентрация, отклонение и воля. Ну, это, собственно, спас-броски, концентрация, ну, да, концентрация у нас классическая, как была, так и осталась, то есть шанс докастовать заклинания, если нас бьют. Вот, ну, как-то вот так вот мы, наверное, создадим персонажа. И вот сейчас при выборе культуры, да, я выбираю движущуюся белизну, которая дает нам плюс один к восприятию, то есть мы уравниваем до десяти восприятия, ну и двенадцать решительности мы получаем. Как-то вот так. Потому что мне нравится этот костюмчик, выбор культуры нам меняет костюм и, соответственно, дает, ну, разнообразные вещи и также небольшой бонус. Я не думаю, что там сила девятнадцать или интеллект девятнадцать нам очень важную роль сыграет, да, я все-таки выберу так чисто визуально, потому что нравится мне этот костюмчик. Вот. Биографию, биография дает нам тоже небольшие бонусы к нашим навыкам. И я, наверное... Ну, наверное, выберу охотника. Ну, чисто потому что... Самый полезный навык, по-моему, это атлетика. Но при первом же ловолапе я закину себе там, по-моему, четыре или пять сразу очков в атлетику, но эта единичка как-то роли особо не сыграет, мне кажется. Или, по-моему, три, да? Эта единичка, ну, как-то уже... Хотя, с другой стороны, ну, ладно, давайте будет атлетика. Ну, с другой стороны, механика мне совершенно не нужна, поэтому не хочу я брать все-таки. Да, я все никак не могу решиться, ну, очень сложный такой выбор, хотя это бонус в одно очко, но никак вообще. Да, давайте от скрытности выживания пусть будет. Так, сразу я создаю персонажа под... Тот портрет, который я добавил в игру. Можно свои портреты загружать. Так, 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 так. Я, правда, что-то уже не помню. Помню, что нам нужна борода. Вот такая примерно. А какие волосы? Нам нужны я что-то... Вот, по-моему, вот эти. Так, ну, давайте посмотрим. Тридцать шестой, по-моему, портрет по счету у меня получился. Ну, вот что-то такое. По-моему, похоже получилось более-менее. Прическа почти такая же, да. Брови такие тоже, да, так нахмуренные. Ну, и борода почти идеальна. Ну, костюмчика, к сожалению, такого клевого не было у нас. Вот, ну, как-то так. Голос благородный. Пусть будет и имя Галактики. Галактики. Все правильно. Фух. Вложились в 11 минут. Это мой рекорд. Начальник каравана. Караванщик заканчивает обращение к отряду. Его густые рыжие усы и обвисшие щеки дрожат, как будто подчеркивая важность слов. Все, кто-то остается близко к машинам, понимаете? Стой из леса, и волосы тебя берут, если вы хотите. Наконец, караванщик поворачивается к вам и, нахмурившись, разглядывает. Докторка. Продолжение следует... Что это за руина? Вот там вот сверху руина, он нам кивал в ту сторону Так, в зависимости от характеристик, навыков, класса, культуры, ла-ла-ла Дополнительные пункты диалога Они не обязательно лучше других ответов, но увеличивают возможность выбора То, как ваш собеседник реагирует, зависит от его личности и отношения Ну, это понятно Так, кто построил эти руины? У нас есть разные названия Сетли, мы называем их Гвиттин Никто не любит их достаточно, чтобы остановить их, чтобы они становиться руинами Я говорю вам так много Так, здесь, ну, нам говорили, что здесь небезопасно, поэтому, я думаю, можно они не спрашивать еще раз Что это за торчащие из земли камни? Это как раз, наверное, те самые столбы бесконечности, да? Пиларсов Терник нет Они не имеют Одра, где ты пришел? Ну, это просто эдра из земли, как это Все, вправо как дерево Семь из ее до центра, вы вертите за стерей Слово, как из герой, чем полет Семь из герой, чем правильным Семь из разных способностей Семь из-за любви Семь из-за любви Семь из-за любви Семь из-за любви В одном моменте или в другом, но не в этих дней. Солнышки в Дефианс Бэй используются для разных вещей. Я слышал, что это может держать человека душу, но я не волнуюсь, чтобы его видеть. У меня есть достаточно, чтобы беспокоиться, без того, чтобы увидеть что-то такое. Подожди, возьмите кого-то с тобой. Я знаю, что ты не какой-то неудобный тендерфут. Не как в большей части. Но если ты умер, то я не хочу искать тело. У меня есть режим, чтобы держать. Калишка. Калишка! Он должен найти какие-то зубы. Посмотрите, что он не умер. Он не умер. Он не умер. Какой вид, что-то такое? Какой вид, что-то ты можешь дать. Не слушай, ты в хорошей силе. Я же платить слишком хорошо, если что-то не умер. Отлично. Отлично. Эйадин должен иметь употребление. Видите, что ты готовишь, пока вы уходите. Мы в хорошее стране. Добавьте ваши биржи и успокойся. И если вы получаете так много, как текло в воздухе, вы укрепите все, и вы уходите. Что-то в воздухе сегодня. Если это биявик, мы соберем в руинах. Хатт-двеллеры, бедам! Окей. Ты слышал, чувак. Давайте идем, пока вы уходите. Добро пожаловать в Pillars of Eternity. Если это ваш первый визит в мир EOR, рекомендуем посмотреть эту информацию, чтобы ознакомиться с доступными инструментами и интерфейсом. Да, это мы. Так, это все понятно. Боец, это тоже все понятно. Отряда, так, давайте я вот это вот окошечко диалогов чуть побольше сделаю. Кстати, в эту сторону мы его тоже можем растянуть. Почему бы нет? Кнопка с цифрой, соответственно. Ну, это вот все управление, это все понятно. Тут ничего особо интересного, я думаю, нам не расскажут. Кстати, по поводу построения, мне что очень понравилось, я просто вообще в восторге от этой затеи. Мы, да, можем... У нас есть разные варианты построения. Он не меняется здесь. Для нашего отряда. Ну, сейчас, конечно, незаметно, пока мы вдвоем. Вот. Но есть у нас специальные построения, которые мы можем сами задавать. Мы правой клавишей кликаем по ним. И можем вот, допустим, даже так вот как-то нас расставить. Что, мне кажется, очень здорово придумали разработчики. Вот эта тема очень-очень клевая. Так, ну хорошо. Собственно, у нас сейчас два персонажа в группе. Это я, вот такой вот друид. Такие банки на руках, да? И боец. Боец, у нее опрокидывание есть. Мы с ней можем поговорить, кстати. Нет, ничего интересного нам не рассказывает. Я понял. Про ягоды рассказала, про веснушки. Также, да, отличительная особенность данной игрушки в том, что рано или поздно у нас появится своя крепость. Которую мы сможем застраивать, улучшать и развивать. И получать определенные бонусы с этого дела. Полезные штуки. Так, ну хорошо. Давайте осмотримся. Начальник каравана. Это все охранники у нас, да? Караванчики. Тут должна быть какая-то волшебная кнопочка. Это я на Alt нажал. У нас режим скрытности есть. Вот. Но он нам сейчас не нужен. Должна быть какая-то волшебная кнопочка, которую я пока еще не знаю. Надо будет потом посмотреть, может быть, в настройках. Которая будет подсвечивать, надеюсь, да, всех вот этих вот персонажей. Многие из тех, кого вы встречаете в мире, относятся к вам нейтрально или дружественно. Вы можете взаимодействовать с ними, нажав на их кружок выбора. Многие персонажи просто поприветствуют вас и отправятся по своим делам. Но некоторые будут готовы завести с вами длинный разговор. С торговцем Хиаданом связан разговор, в ходе которого для вас откроется магазин со снаряжением на продажу. Остальные, да, ничего нам интересного не рассказывают. Кстати, к диалогу или к активации какой-то штуки идет ближайший персонаж. Не обязательно главный, а ближайший. Ну или конкретно, если выбрать только одного, то он и пойдет. Вы видите мужчину в простой, но приятной одежде. Он разглядывает свежую дыру в своей тунике. А вот дорожная одежда не припас. Он потирает щеку костяшками пальцев. Она покрыта неровной щетиной, как будто он еще не привык бриться в пути. Кто ты? Уверен, тебя ждет успех. Вы получили первый ранг в репутации характера. Эта репутация отражает то, как остальные воспринимают вашу личность. Даже неприятные, на первый взгляд, черты характера могут заинтересовать определенных лиц. А добродушный нрав нередко позволяет выявить дурные черты в собеседнике. В Пиларс Фотернити нет такой черты характера, которая была бы изначально хорошей или плохой. Но если ваш главный персонаж священник или паладин, ему нужно стараться, чтобы... Для главного персонажа и только для него характер влияет на эффекты святого сияния у священника и веры убеждения у паладинов. Хорошо, сейчас мы посмотрим. Расскажи мне об Айдюрской империи. Почему ты решил забраться так далеко от дома? Это благородно с твоей стороны. Понятно. Давайте посмотрим, что у него интересного есть. Но я не думаю, что у него интересного есть в магазинах. Покупать, продавать, бла-бла-бла. Ассортимент периодически обновляется в магазинах. Это да, это важно. Жезлы, кинжалы, рапира. Кстати, у неё, да, бонус к точности у рапирки идёт. А у меня я не могу посмотреть, что у меня в руках. Могу посмотреть. Кстати, давайте мы посмотрим на нашу репутацию у фракции Галактики. Мне сказали, что я получил одно очко в репутации где-то в какой-то. Где мне посмотреть его? Вот что мне интересно. Ладно. Может в личной. Всё по нулям вообще везде. Вычет урона, защиты, точности. Тут вроде бы тоже ничего интересного нет. Активные воздействия. Друид первого уровня. Раса. Так. Ну, вроде ничего такого действительно нет. Но я хотел посмотреть на инвентарь. Моё капецо. Увеличенный радиус действия. Радиус действия оружия плюс 1,8. Но вот да, у него бонусов к точности нет. Поэтому я по идее попадать буду им редко. Его можно, кстати, любое оружие можно улучшить. Улучшить. Добавить ему определенные, да, параметры. Но это пока что нам не интересно. Материала все равно у нас нет. У нас есть сундук. Безграничный, бездонный сундук. Который мы можем сразу складывать ненужные вещи. Также у моего персонажа есть вот это вот колечко, этот оберег, который позволяет нам лечиться периодически. По-моему, один или два раза до следующего сна. И ручное животное. Гигантский миниатюрный космический поросенок. Как бы это ни абсурдно звучало, но у нас есть иконка для пэтов. Здесь разных кисанек, песиков можно будет добавлять. Но пока будет со мной бегать гигантский миниатюрный космический поросенок. Малое зелье регенерации. Ну, я думаю, тоже можно добавить в слочки быстрого доступа. Также, в отличие от других подобных игр, да, нам нужны припасы для того, чтобы переночевать где-то в открытой местности, разбить лагерь и восстановить заклинания и силы. Нам нужны будут припасы. И на тяжелой сложности я могу только носить припасы для двух таких ночевок. Поэтому придется мне довольно часто возвращаться, я думаю, из каких-нибудь подземелий домой. Ну, домой, в таверну и отдыхать там. Также у нас есть крафтовые разные умения. Зелье, еда, свитки. Но пока что тоже нам это все не столь важно. Не столь важно. Давайте мы по карте посмотрим, где мы и что мы сейчас. Мы где-то... Вот, позолоченная долина. Мы направляемся сюда. Мы где-то... Где-то вот в этих горах еще, по идее. Этой локации на карте нету. Открыто... Ну, видно у нас, да, часть карты, часть локации. Но здесь их будет гораздо больше, и мы будем их открывать, открывать по ходу прохождения. Ну, окей, давайте пойдем немножечко прогуляемся. Исследование. Ключевой аспект Pillars of Eternity. Путешествие по восточным землям. Откройте карту местности, чтобы посмотреть, в каких частях карты вы уже были, а что еще можно исследовать. Да. Обязательно. Спаршил. Ух ты. Ничего себе у тебя. Голосок такой, не детский, однако. Не детский. И я, по-моему, забыл в самом начале сказать, что это будет довольно долгое и неспешное такое прохождение. Путь извивается под на узкого ущелья, обратно к тому месту, откуда вы пришли. Понятно. Долгое и неспешное прохождение это будет. Мы будем заглядывать под каждый куст, в каждый угол. И да, сейчас самое интересное это мы попроверим нашу форму оленя. Но давайте для начала мы посмотрим какое-либо заклинание. Вот у меня есть танцующие молнии. Да, давайте мы посмотрим. Вот 26 урона в волка уже влетело. Иногда оружие или заклинание просто не может преодолеть вычет урона противника. При успешном попадании вычет урона отнимает все, кроме небольшого процента поступающего урона. В таких случаях вы услышите, что ваши персонажи жалуются на это. Обратите на это внимание, запомните тип урона, который блокируется, и перейдите на оружие или заклинание, которое наносит другой тип урона. И, кстати, у нас есть один из навыков. Это знание. И навык знания позволяет узнавать подробности животных. То есть, чем больше мы убьем животных, тем более подробную информацию мы будем о них знать. Так. В Pillar of the Faternity бой происходит в реальном времени, но это все понятно. Это да. Только в одного волка мы так попали. Знатно зарядили. Ну, ладно. Давайте. Так. Один из ваших персонажей вступил в ближний бой. Персонаж, вступивший в бой, останавливается. Если он снова будет перемещаться, то противник нанесет ему атаку при выходе из боя. Ваши персонажи автоматически вступают в бой с противниками, нападающими на них с оружием ближнего боя. Окей. Так. Ну и я, естественно, сейчас давайте превращаюсь в оленя. Вот он. Многие заклинания способности в Pillar of the Faternity можно применять только ограниченное количество раз. Счетчик применения способностей, которые можно использовать определенное количество раз за боем, после боя восстанавливается. Способности, которые можно использовать определенное количество раз между отдыхом, восстанавливаются только после отдыха в трактире. Или при использовании припасов для привала Вот, собственно, у меня осталось еще одно заклинание друидское, да, которое я могу использовать И, в принципе, все, но я могу использовать все время, в каждый раз в бой, точнее, трансформацию в оленя Но она не целый бой висит, поэтому это печально Но зато наносит чудовищный урон Смотрите, смотрите, какой он просто красавец, этот олень Я просто втащился жестко от этого оленя Так, ну и, естественно, мы получили шкурки волчи О каждом предмете мы можем почитать подробную исчерпывающую информацию Давайте забираем шкурки И пошли пока дальше Вот наша свинка, она бездельная Отличная обучающая Вот, все, все, все При получении задания в вашем дневнике будет появляться соответствующая информация Если вы зайдете в тупик, то откройте и изучите свои записи Обязательно Я слышал, это неплохой охотник Не говори об этом спарфилу Нет, он из штанов выпрыгнет Лишь бы доказать, что лучше тебя Собственно Это, да, насколько я понял, охотник Моя биография была Или нет Или да По-моему, охотник у меня как раз биография была Я зарабатывал на жизнь охотой на чудовищ Нет, давайте вот что-то такое попроще В своей деревне я отвечал за охоту и собирательство Да И как ты тут оказался? Настали трудные времена, многие голодали Мне не хотелось бы пережить это еще раз Плохо я, наверное, отвечал за охоту и собирательство, что все голодали Так Ну, давайте, ладно Голодные времена Издержки образа жизни, полагаю Хотя это не самая приятная ситуация Думаю, ты не слишком удивился Делает глубокий вдох Я давно уже так живу, но мне нравится Предложение лорда Редрика заставляет задуматься Отдаю ему должное Ты хочешь здесь обосноваться? От такого предложения трудно отказаться Я напомню, да, что этот лорд Предлагает всем участки земли и денежное вознаграждение Кто хочет, захочет поселиться в этих позолоченных Ну, короче, в этом месте Куда мы едем В этих краях ты вряд ли найдешь работу Поверь мне, здесь есть запасной план Я собираюсь поселиться и начать новую жизнь Что ж, кто знает Редрик дает неплохие подъемные Так что, возможно, мы станем соседями Но я теряю время А демо мне потом устроит Пошли Так, а как ты здесь оказалась? Тяжело вздыхает Ее глаза окрашивают Обшаривают землю под ногами Моя сестра переехала сюда Какое-то время назад Она написала мне письмо Мне показалось, что она встревожена Но это для нее обычное дело Однако в этот раз она попросила меня приехать А это встревожило уже меня Я сто лет ее не видела Работала проводником в Иксамитле Но для нее я сделаю все, что угодно Она, в общем, она намного лучше меня Так что вот она Так что вот она я А, надо все разузнать, понятно С Адемой я раньше работал Обычно он ходит совсем другой дорогой Но ради меня он сменил маршрут А что ты можешь мне рассказать о Дирвуде? Я не сильно в истории Но, насколько я знаю Раньше он был частью Айдирской империи Отделился от нее после какой-то войны Не так давно Народ тут склочный Но вообще жить тут неплохо Я не очень интересуюсь новостями Но я слышал, что тут стали происходить странные вещи По-моему, что-то связанное с рождением детей Уже несколько лет все это происходит Но в последнее время все стало совсем худо Я расспрошу об этом сестру Добавляет она дрожащим голосом Расскажи о себе Я люблю жить просто Люблю небо над головой и далекий горизонт Выбираю работу, которая позволяет мне путешествовать Моя семья тоже на месте не сидела Сначала мы жили в Дирвуде Но потом мои родители обосновались в живых землях Один из моих братьев живет Рауатай А другой в Айдире Единственная сестра живет в позолоченной долине Из всех нас только она домоседка Ясно, ладно Пойдем назад в лагерь Знаешь, я бы на твоем месте не надеялась Что Спарфил принесет воду в ближайшее время Он парень Себе на уме Нужно найти его и вправить в мозги Ручей вон в той стороне Пошли Нам же нужна вода Окей Окей Так, давайте, кстати, посмотрим Журнал заданий Как он тут у нас Да, у нас есть дневник Биография Вы жили в диких землях Совершенствуя Виртуозные Виртуозные соло охоты Длинные интервалы Неподвижности и ожидания Так, понятно Ваша Родина Движущаяся Белизна Где мы собирались охотом Да, это, кстати, будет заполняться биография Насколько я понимаю По ходу наших диалогов Путешествие в позолоченную долину Дает вам возможность остепениться И начать новую жизнь Мы почувствовали недогомогание Во время путешествия Окей Задание Так, краткая передышка И долина Окей Задач нет Побочных тоже нет Так, ну хорошо, ребята Я думаю Мы на этом пока что остановимся Да, для вступительной серии Ознакомительной Такой, я думаю, хватит Вот Мы продолжим обязательно В следующей серии И Пока что я, ребята Буду с вами прощаться Всем спасибо за просмотр Всем пока И увидимся В следующей серии Я пока пойду Сделаю чайок И Буду записывать Следующую серию Субтитры сделал DimaTorzok